Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Ну, вы, наверное, будете смеяться, но это третья моя попытка записать... Какая там по счёту у нас идёт? Тридцатая, да? Тридцатую серию. Ой, обратите внимание на некоторые изменения. Сейчас я вам всё расскажу, почему это третья попытка. Здесь вот в правом верхнем углу появилось лого серии. Там видно, что это тридцатая серия вот этой вот серии Медивла, да? Я отказался от начальной заставки. Почему? Потому что считаю, что, в общем-то, она здесь не нужна абсолютно. Думаю, что последующее видео будет просто выходить с каким-то лого, который показывает какую-то минимальную информацию о видео. И, в принципе, мы неплавно будем отступать от вот этих вот начальных и финальных каких-то заставок, может быть, да? Только в начале, может быть, это будет каких-то серий, а потом и в конце, да? Вот прям именно в серии, имеется в виду, в серии, в группе серий про какую-то там летсплей какую-то игру. То бишь в начале и в конце первой серии и в финале. А остальные, я думаю, я буду лишать у начальных титров, зачем они там нужны и продают. Дело в том, что я записал до этого две. Вот видите, да, 63-й слот есть, 62-й, 61-й. С 60-го сейчас начнём. Дело в том, что я захватил две области, я записал два раза уже видео, но я использовал программу новую. Эта программа меня немножко разочаровала, у неё имеется десинхрон некоторый с звуком, с, в общем-то, с картинкой немножко подлагивает. Да и в Sony Vegas она подгружается как-то плоховато после уже записи. В общем, я буду тестить эту программу дальше для достижения наилучшего результата. Пока что я снова использую Fraps. Я сделал вторую запись, она меня тоже не устроила. Потом я выяснил, что это у меня микрофон. Пострадали настройки микрофона, мне пришлось заново. Вот это уже третья часть, я записываю уже третий раз. Ну давайте уже начнём, да, чтобы не терять времени. Я в предыдущих разах захватывал две области. Сейчас я попытаюсь сделать это снова, я вам всё это покажу. Так, ну, обратите внимание, всё-таки разорил этого купца, который здесь стоял. Я, когда тестировал программу новую, я сделал попытку, у меня получилось это сделать. Как мы будем действовать здесь? Кавалерию мы добавляем вот сюда. Я обязательно захвачу Братслав, на следующем ходу я это обязательно сделаю. Кавалерию в лице... Так, кавалерию мы потом будем подтягивать сюда. Баллисты мы тоже будем подтягивать потихонечку сюда. Братслав надо будет укреплять, баллисты мы тоже отправляем сюда. Так, отсюда мы берём продвинутые баллисты и отправляем их, наверное, тоже сюда. Здесь нам надо будет кавалеристов... А, 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 так, нам надо будет потом нанять хороших кавалеристов и отправить их также в Братслав. А, 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 я буду потом планировать с Братслава переходить на Торн. Переходить на Торн. Ну, скорее всего, в Братславе нам не понадобится наш лазутчик. Мы сразу перемещаем его в сторону Торна, чтобы иметь возможность его туда поместить. А, а, так, что ещё мы делаем? Эта армия пусть стоит. Так, 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 так. Делаем так. Здесь, здесь. Так, ну давайте-ка пока мы ничего не будем делать. Здесь. Нас атакуют вот эти вот ребята на следующем ходу. Для этого должны бы, по идее, атаковать, но я не думаю, что они это сделают. Чтобы они этого не сделали, я вот так вот сделаю лучше сам первую предпритму ходы. И найму дополнительно войска, и найму ещё кавалерию. Так. Здесь. Здесь пока-пока останется как есть. Здесь то же самое, но деньги тем более окончились. Давайте всё это в ускоренном темпе, да, делаем, чтобы вы поняли, что я делал в этих ходах. Я уже примерно знаю, что будет, да, вижу, так сказать, будущее. Потому что я уже здесь играл. Я получу огромную прибыль при захвате Болонии. Болонию я планирую захватить. Дело в том, что вот это германцы, они объединятся, потом уйдут куда-то сюда. Они оставят Болонию, это будет нам на руку. И я пойду захватывать Болонию практически сразу. Этот убийца у нас прокачается до супервозможности. У него будет ещё один шарик. Я надеюсь, это очень сильно убив. Вот здесь вот появится, смотрите, какой-то полководец миланский. Я уничтожу убийцей. И у меня появится суперубийца, который, в общем-то, мне очень даже нужен. Так, здесь у нас войска переобучиваются, да. В общем, высокий аналоги отлично. Я планирую захватывать Хельсинги. Хельсинки, ну, подкупить их не удастся. Подказ, естественно, не уверенный. Отправлю-ка я нашего посла чуть подальше. Так, 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 здесь мы сделали, в принципе, всё, что хотели. Отлично. Главное, чтобы сейчас никто не умер. Имеется в виду, чтобы вражеский убийца не уничтожил каких-то наших ключевых фигур. Здесь я готовлю поход на Франкфурт. Он очень сильно нам нужен. Я со всех, смотрите, месту. Где-то я отправлял переобучивать, да, вот он. Сюда, я потом его переобучу. Обязательно пока что нет денег, но, возможно, не появится на следующем ходу, когда я буду брать Баллоню. Ну, давайте уже начнём делать ход. Давайте сохранимся, да. Ну, вот я четвёртый раз уже, 61-й слот, делаем ход. Смотрим за действиями французов, вон, активизируется, да, они что-то там подходят в Гену, может быть, хотят захватить их, может быть. Вот видите, да, германцы освободили Баллоню. Она теперь может быть захвачена, свободно. Германцы подтягиваются к границам, что-то там планируют, да, вот Милан, что там пытается подкупить наши, наши города, наши посёлки. Вот видите, да, вот, то, что я вам говорил, то и происходит. Так, так, так. Посол. Португальский, португальская принцесса. Сейчас нам, кажется, предложат на этом ходу что-то там замужество. Да, новая невеста. Союз воров обязательно в Барселоне мы, естественно, берём. Смерть Папы Римского, ну и ладно. Подписана Магна-карта. Магна-карта, она немножко ограничивает короля и немножко увеличивает права его подданных, простых, находящихся там людей. То бишь, в общем-то, был подписан вот этот очень-то важный исторический документ. Так, новый Папа Римский, понятно, кардиналов у нас нет, поэтому наш Папа Римский там не будет. Строительство, строительство, а я, чё, естественно, мы не смогли этого сделать. Расширение крупного посёлка, давайте сразу это сделаем. Так, Стокгольм у нас расширяется. Давайте, наверняка, быстренько проведём вот эту кампанию по захвату Братслава. Захватим Братслав. Будем действовать таким образом, что подтянем сперва наши основные войска, а потом подтянем к ним уже баллисты, чтобы наверняка они участвовали в сражении. Наш шпион, теперь сохраняемся в 61-й слот, может проникнуть в Торн, разведать, что там происходит. Здесь довольно серьёзные, ну, лёгкая, что ли, кавалерия, получается, там присутствует. Так. Баллисты объединяем. С вот этим вот кавалеристом. Этих кавалеристов тоже, причём всех отправляем сюда. Скоро у нас, возможно, появятся деньги при взятии Балонии, мы сможем здесь нанять хорошие войска. Обратите внимание, они снова трутся вокруг Франкфурта, что-то не хотят они его оставлять. Так, ну, конницу объединяем. Так, здесь. Так, мы знаем, что здесь где-то прячется, возможно, германцы, они очень хотят захватить Стефан. Но пока что им не удастся это сделать, даже если мы будем отправлять людей вот таким вот образом. Переобучаем сержантов, нанимаем новых сержантов. Они очень нужны, они должны укрепить костяк вот этой вот армии, которая будет захватывать Франкфурт. Так, здесь нам хорошо бы конницу, вообще конницы нету, нанимем два отряда кавалерий. Отправляем этих в Лондон. Я уеду жить в Лондон, да? Так, что у нас, что у нас, не появилось ли у нас на наших землях каких-то, может быть, мятежников, очень важно их всех сразу примечать. Нет, пока их нету. Вот этого отправим купцам, к основным нашим купцам для повышения доходности за счет купцов. Вот обратите внимание, португальский, португальский высадился сюда к нам, какой-то военачальник, да? Давайте мы его быстренько уничтожим. Мы его уничтожим обязательно. Используем для этого вот эти вот войска. А, он не отступает, смотрите, это просто великолепно. Это великолепно. Мы сейчас быстренько на карте его уничтожим. Давайте быстренько посмотрим эту битву. У нас, конечно же, войска превосходящие, но наша задача потерять минимум войск. Будем ожидать, и штуман никому не нужен. Так, ну вот, отлично, развертывание проводим. Объединяем все наши элитные войска пешие в одну линию. Мы строим их здесь. Кавалеристов тоже в одну линию объединяем. И строим за пешими войсками. Что мы будем делать? Хорошо бы окружить врага. Ну, навряд ли нам это удастся сделать. Он находится на холме. Вернее, нам это удастся сделать. Но мы будем действовать следующим образом. Мы немножко разомкнем вот эти вот ряды, да? Отправим наших пеших феодалов вот сюда. Отправим наших элитных тоже феодалов. Не феодалов, это да, вот госпитальеры очень хорошие. Юминиты такие прям мощные. Отправим сюда. Кавалерию бы хорошо бы тоже даже сейчас на два бы разделить. Кавалерию отправляем занимать фланги и тылы. Занимать фланги и тылы. Одну, одних кавалеристов отправим сюда. Сейчас я это все скоро ускорю. Дело подождите немножечко. Других кавалеристов отправлю сюда. И давайте уже, наверное, ускоренном темпе это все посмотрим. Так, отлично, отлично. Все это у нас делается. Пока что объединил отряды пехоты для того, чтобы, возможно, быстро отреагировать на изменения врага. Он может быстро поменять свои формации, может вообще пойти в атаку, а может быстро отступить. Отступление врага для нас невыгодно. Нам надо его задавить полностью. Смотрите, он уже действует, да? Он меняет формации как-то, да? Обратите внимание. Что-то он там планирует. Возможно, он еще сейчас, видите, да? Оружение как на него влияет. Он перестраивается. Перестраивается. Начнем подтягивать госпитальеров поближе. Поближе госпитальеров подтягиваем. И поближе подтягиваем феодалов. Сейчас они сыграют свою роль. Все войска... Так, ну давайте, знаете, как сделаем. Ну да, вы поскакали, мои конницы. Давайте-ка сюда. И вас сюда. Давайте отправлять пеших рыцарей в атаку на... Этих. А этих вот сюда. И кавалерий ударим тоже. По генералу. Нам надо обязательно его уничтожить. Генерала надо обязательно уничтожить. Это наша задача. Ну, мы его пленили. Теперь занимаемся всеми остальными. Выделяем все отряды. И отправляем их на убегающее войско врага. Теперь действуем кавалерии. Пробуем чарджить убегающих. Обязательно догнать убегающих от нас в войска. Ударим их. Попробуем чарджем, да, со спины. Посмотрим, что из этого получится. Приближаются. Так, они вам немножко дрогнули. Отступают, мы их догоняем. Догоняем. Пытаемся завязать бой. Бой нам выгоден. Со спины они очень уязвимы. Все, мы их полностью разбили. Потеряли 10 человек. Обратите внимание, они потеряли 141. Но вот 20 из них спаслось бегством. Куда-то там удрали из-за края карты. Но генерала мы их не попленили. Попробуем выкупить. Но они, скорее всего, откажутся. Да, 2600 нам не лишний. Приняли предложение. Отлично. В нашу казну добавились денюжки. Это хорошо. Отводим наши войска. Они получили урок. Такой сильный. Так, у нас прибавились денюжки. Мы можем нанять быстренько лазучика, чтобы не забыть этого потом сделать. Потому что у нас здесь появилась дюлья воров. Союз воров, да. Здесь... А, что это у нас тут... А, ну это я все это дело поставил в очередь. Ага. Ну это да, это все нужно. Все это обязательно. Кстати, вот армию отсюда можно сразу же уже начать выводить. Поведем армию. Госпитальеров оставим. Основных пеших... Пешие крупные формации мы поведем вперед. Куда-нибудь вот сюда. Для того, чтобы объединить с Заргозой, возможно, чтобы уже потом сюда... Чтобы сюда... Короче, заблокировать вот это вот... В общем, это такой отдаленный поселенок. Поселенок. Поселение Барселона. А, в общем-то, здесь не нужно много сейчас пока что... Не нужно много держать гарнизона. Так, тут-то у нас замка обязательно надо будет отправить сюда баллисты. Здесь тоже нанимаем баллисты, нанимаем вот этих вот броненосцев. Они потом сыграют свою роль в укреплении наших армий на границе. Броненосцев нам понадобится очень сильно много. Сержантов они недорогие, в общем-то, очень хорошо сражаются. Поэтому я их нанимаю. Так, что у нас тут в Осло? В отдаленном нашем замке. Давайте, может, часовеньку дайдить. Потому что совсем плохие дела у нас тут. Тут у нас... Ну, мы не будем здесь нанимать сержантов. Чтобы отправлять куда-либо. Здесь... Так, здесь что-то у нас затормозилось. Так, здесь мы берем всех людей. Каких только можно. Не можно. Отправляем в Стокгольм. Переобучить здесь мы никого не сможем. Нанимаем корабль. И нанимаем еще... Давайте вот... Мы не будем пока нанимать армию. Серьезную. Болист только. Сержанты понадобятся для укрепления. Так, здесь... Здесь ротация круг. Нет, мы не будем... Переобучение может сделать лучше. Потом эти войска отправим на защиту. Замка, который мы планируем захватить. Обязательно это сделаем в ближайших ходах. Так, здесь у нас все по плану. Здесь все по плану. Захватываем давайте Братслав. Противностенько его захватим. Автобоя у нас не будет. Проведем все это на карте. Ожидание, естественно. Никому не нужен этот туман, этот дождь. Хотим хорошо сражаться. Развертывание. Все. Хорошая погода достаточно. Правда, идет дождь. Ну, не еще так. Мелкий дождь. Неплохо. Так, баллисты. У нас есть отряды... Копейщиков и очень много кавалерии. Кавалерию в два ряда прям поставим. И за всеми прочими войсками. Здесь, ну, в принципе, и цели пусть обозначены будут. Стреляют огненными снарядами. Надо максимально быстро разрушить стену. Сейчас мы это сделаем. Далее просто захватим братства. Они скоро поведут войска к этому разлому в стене. Для защиты его, чтобы стреляли в стены. Нам надо максимально быстро завести войска в эти стены. Так, выбираем наши отряды и отправляем их бежать. Ходница тоже бежит. Максимально быстро захватываем стену. Все, мы захватили стены. Все замечательно. Отправляем наших... Копейщиков... В бой. Связываем их боем. Отправляем нашу кавалерию натиском все это дело пробивать. Еще немного. Хвала Господу. Мы захватили... Нужно действовать. Нужно действовать. Окружаем. Натиск. Убиваем. Окружаем всех. Мы пленили вражеского полководца. Пленили. Надо было его убить. Как мы разграним остатки его армии. Добиваем всех, кого есть. Дуем вражок. Окружаем. Натиск. Уничтожаем полностью всех, кто тут есть. В окружении они помирают очень быстро. Этой победой восститится весь мир. 48 человек потеряли. Практически один отряд полный. 0 человек у врага. Осталась победа полная. Отлично. Вражеский полководец, точнее командир убит. Или потому что даже полководец не знаю был. Командир кажется это был. Все. Братслав захвачен. Налоги мы здесь... Просто занимаем поселение. Налоги ставим на минимум. А... Ремонтируем естественно стену. Нанимаем еще одну баллисту. Так. Отличненько, отличненько. Братслав захвачен. Кавалерию. Хорошо бы эту кавалерию переобучить. Хотя она в общем-то не получила каких-то значимых ярлычек. А... Вот эту можно было бы переобучить. Вот с вот этой. Наверное мы этим займемся. Отправим кавалерию, может, в ближайший замок на переобучение. Я не знаю даже как поступить. Туда-сюда ее гонять. Да давайте, наверное, так и сделаем. Войска отсюда потихоньку подтянем к Братславу. Так, 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 так. Там мы немножко ослабили город, да? Нет, мы его не ослабили. Можем так же кавалерию вот... Но я не думаю, что она нас нападут отсюда. Но давайте не будем сейчас пока разбрасываться кавалеристами. У нас их не так на самом деле много. Так, здесь, здесь 4200. Снимаем баллисту, они нам понадобятся сейчас довольно много. Дороги обязательно строим. Так. Здесь пока что у нас мы ничего не будем делать. Переобучать нам здесь некого. Захватываем по плану, ну, объединяем, да? Мы сейчас пока что не можем этого сделать. Так, хода мы еще потому что не делали. Мы только расстановочки небольшие делаем. Здесь все нормально, здесь все нормально. За исключением вот этого. Я планировал баллиста отправить все-таки, наверное, вот сюда. Наверное, все-таки все баллисты. Ну, давайте сейчас подумаем. Сейчас. Дело в том, что у Милани их довольно мало. Здесь вот есть и здесь их много. И мы их отправим отсюда, вот сюда. Даже не знаю. Давайте, может, сюда лучше. Да. Ну, отсюда тогда направим их уже непосредственно. Будем направлять к миланцам, переправлять, пробовать. Правляем тогда их сюда. Захватываем баллонию. Нет, сперва давайте прокачаем нашего убийцу и нашего лазутчика. Отправляем, сохраняем в 62-й слот. Сохраняем нашего лазутчика, отправляем в баллонию. Отлично. Так, это в баллонию, это в баллонию. Лучше, наверное, было бы венец. Ну, ладно. Отправляем его в баллонию. Здесь мы уничтожаем. Ну, давайте сохранимся на всякий пожарный 62-й слот. Уничтожаем вот этого человечка. У нас не получается. Загружаемся снова. Странно, почему у нас не получилось. Такой большой процент был. Видимо, не хотят нам прокачивать нашего убийцу. Печальненько. Ну, давайте попробуем снова. Может быть, помедленнее это сделаем. Сейчас на медленном ходу. Нам обязательно надо это сделать. Надо прокачать максимально нашего убийцу. Давай, делаю удар. И он умирает. Наш убийца прокачивается максимально сильно. Вот мы это можем видеть. Плюс 5 к навыкам агента. Теперь мы вполне можем убить практически любую фигуру здесь, на этой территории. Ну, имеется в виду в этой игре. Так, отправляем нашу армию быстренько на захват. Баллонию. Конить сюда, наверное, не будем. Второго не знаю. Давайте пока этих всех отправим. Опа, нам открыли ворота. А, начнем осаду. Но мы еще отправим сюда баллисты. Минимум три. Все, выпадаем. Сейчас посмотрим гарнизон. Довольно серьезный гарнизон, на самом деле. Может быть, добавить в войск. Нам нечего добавить. Может быть, купим, да? А давайте купим. Обязательно купим. Чтобы победу все-таки одержать. Нам обязательно не посрамить никого. Давайте этих тоже отправим. Потом переобучим. Ну, не переобучим, а их потом уволим. В принципе, достаточно будет денег, чтобы... Достаточно будет денег, чтобы распустить этот отряд. Но нам надо наверняка захватить Баллонию, чтобы получить с нее примерно 24 тысячи. Может быть, 20 тысяч. Я не знаю, сколько сейчас будет с этого города. Мы его обязательно ограбим весь. Развертываем войска. Так. Объединяем все, что у нас есть практически в одну линию. Можно даже... Давайте лучше в одну линию, да? Но сосредоточим их очень близко. В округе города практически впритык до открытой линии. Потом войска, в прямом смысле слова, бегом заставим преодолевать эту дистанцию. И... Баллисты здесь нам не нужны. Мы их отобедим подальше. И преодолеем всю эту дистанцию с воротами, чтобы нас не атаковали очень быстро. Так, начало битвы. Нас уже атакуют. Надо очень быстро. Всех, всех, абсолютно всех. Заводим в ворота. Кавалерию пока останавливаем. Заводим наши... Войска кавалерию заводим. Так, отводим наши ненужные совершенно... Нет, они все нам нужные теперь уже. Так, ведем всех в центр. Всех прям бегом. И нашего тоже полководца сюда. Что-то там все застряли. Бой что ли ведется. Атакуем всех. Даем им передохнуть. У нас полководец разделается с этими лучниками. Все, мы их чарджем, просто раздавили тут. Конечно, все складывается в нашу пользу. Мы группируем нашу армию. Мы, в принципе, можем их заставить и побегать. Все, отменяем бег. Полководца в тыл врага. Армия сейчас просто окружит их. И уничтожит. Эти дауни еще в воздуши водяны. Все замечательно у них. Все великолепно. Готовим кавалерию для возможного чарджа. Все, отправляем. Делаем удар всеми. Всеми войсками. Отводим кавалерию. Все, мы уничтожили их него. Этой победой восхитится весь мир. Мы потеряли 83 человека. Нормально. Как видите, германцы поступили очень глупо. Оставив Болонию. О, боже. В этот раз нам достается гораздо меньше. Всего лишь 15 тысяч. Но мы, конечно, ограбим это поселение. Ну, что-то нас в этот раз отделили денежками. А, да. В тот раз было 24 тысячи. Так, мы эти войска не будем переобучать. Эти давайте переобучим. Нанимать пока больше не будем. Налоги. Давайте оставим как есть. А, так. Нотация круп. Не знаю, нет, не будем. А нам обязательно вот это надо построить. Смотрите, сколько денег. Много, да? Уходит на это. Ну, бар пока мы не будем это сделать. Пока, пока поставим обычные налоги. Может быть, это глупо, да? Но мне надо приподнять немножко рост населения здесь. Чтобы быстрее расширить Болонию. Сюда мы заводим эти войска. Так, ну и замечательно. Весь план наш сработал. У нас появились дополнительные средства. Приобучаем всех, кого требуется. Так, низкие налоги. Городской совет 4, да? 2-2. И поражение нет. Вот нам что здесь действительно нужно? Так это вот это. А потом уже все остальное. Да. Вот так вот мы поступим. Правильные ходы будем делать. Давайте, да? Агент сыграл неплохо. Так. Что у нас здесь? Так, так, так. Ну вот, две, в принципе, области мы взяли еще, присоединили. Да, что хотели в этой серии я сделал. Основное. Надо еще распределить деньги. Я здесь помню, он построил, начал строительство вот этого огромного склада оружия. Он, естественно, нам будет нужен. Он сожрал все наши имеющиеся средства. Хотелось бы, конечно, начать найм госпитальеров для укрепления вот этой вот армии. Я, наверное, это и сделаю сейчас. Пока есть такая возможность. И найму генеральские генерала, охраны генерала. Очень мощные юниты. Естественно, нам понадобится для войны с Францией, потому что у нее осталось немного территорий. Я так думаю, и их надо добивать, так же, как и миланцев. Все у нас идет пока что по плану. Все замечательно. Здесь все переобучаются, все нанимаются. Все великолепно. Пока что меня все устраивает. Давайте все-таки вернем. Может быть, еще раз попробовать подкупить хельсинки. Может быть, глуповато, но я рискну. Опять они нам отказывают. Ну ладно. Так. Что, что, что у нас с нашими агентами? Ага. Лазутчик. Так, ну его мы будем прокачивать по ходу дела. Мы еще можем сейчас нанять одного купца. Мы, наверное, это сейчас и сделаем. Вернем нашего купца зарабатывать и наймем еще одного купца, наверное, здесь. Попробуем нанять. Хотя нет, подождите. Какой купец нам надо? Лазутчика мы, кажется, его тоже наняли уже. Сейчас проверим. И тогда, чтобы не забыть, да, лазутчик нанимается. Убийцу пока не будем. Хотя он нам тоже как бы нужен, но не будем пока убийцу. Это, наверное, на следующем ходу уже будем делать, начинать. Купца нанимаем. Да, и будем уже завершать эту тридцатую серию с такими небольшими нововведениями какими-то. Надеюсь, эта серия уже третья попытка, да, получится хорошей. Уж извините меня, потому что серии не выкладывались раньше. Такое тоже у меня бывает. Обычно по воскресеньям и субботам я не выкладываю серии, потому что я занят. Вот у меня семья. В комнате все тут шумно очень моей. И поэтому только по будням я имею возможность громко как-то говорить в микрофон, как-то комментировать. Меня никто не отвлекает. И никаких посторонних шумов нет на видео. В общем-то, все это повышает качество. В принципе, все замечательно. Я не думаю, что серии будут как-то затягиваться с выходом. Я планирую все это развивать с вашей, естественно, помощью. От вас требуется только подписываться на канал, приглашать каких-то своих друзей. Я буду очень вам признателен за это. Показывайте видео всем, кому интересно. Мне нужны люди только те, которые на моем канале, которым только нравится мое видео, мои прохождения. Именно мой способ какой-то ведения игр, да, чтобы им было интересно. Я как-то не заставляю людей, чтобы там, да, вот обязательно пригласите толпу. Нет, вот только тех, кому нравится, кому это интересно. Естественно, чем больше подписчиков, тем лучше. Чем больше лайков, тем лучше. Все это будет увеличивать выход серии. Все это будет повышать качество серии. Чем больше народу будет у меня на канале, тем больше серий будет выходить, и тем они будут качественнее. Все это я вам гарантирую, потому что я со временем куплю хороший микрофон. У меня будет более лучшая, так сказать, тут и дикция. И, в общем-то, я все это буду стараться делать. Буду стараться все это улучшать, все комментарии. Буду стараться также включать новые какие-то прохождения, обязательно новые игры. В частности, может быть, прислушаюсь к каким-то там, не знаю, подписчикам, да, которые ваши идеи, какие-то мысли я уже выложил. А No Mercy, как меня просили, в общем-то, в одном из моих видео комментировали, комментировали, говорили, что нравится моя игра по Left 4 Dead. Она не самая лучшая, конечно же, но, в общем-то, я когда-то играл, у меня была своя команда, я был капитаном команды. Все это немножко печально в итоге произошло. Были некоторые обстоятельства, которые я не смог решить. Ну, а может быть, поговорим об этом. А все, что у меня осталось, это только мое звание капитана, да. Я играл, в общем-то, не хуже всех, может быть, даже лучше всех в моей команде. Но в итоге я стал игроком-одиночкой. Я стал игроком соло, в общем-то, потому что мои идеи не поддерживались игроками. Все действовали в одиночку тоже, но при этом не умели этого делать. В результате мне приходилось прикрывать товарищей и самому попадать в просаки, самому проигрывать. У меня довольно много рестартов, я их никогда не прячу. Я всегда стараюсь показать на статистике, что вот так была игра сыграна. Я не вру, никогда не читерю и не использую никаких там читов. Ни в коем случае не выкладываю видео с какими-то там читами и так далее. А потому что считаю это неуважение к зрителю. Зачем кого-то обманывать? Если ты можешь играть, играешь. Если ты не можешь играть, не играешь. У тебя как-то среднее получается с какими-то большими рестартами, да, тоже выкладывая, показывая, ничего не скрывая. Все демки у меня имеются на Left 4 Dead, в случае чего я могу их продемонстрировать и выложить. Все вы это можете просмотреть. Так. Ну что, давайте уже заканчивать эту серию на этом ходу. Следующий ход будем делать уже в 31 серии. Я надеюсь, эта серия удастся. Я ее обязательно выложу в интернет. Надеюсь, на вашу поддержку, на ваши лайки, на вашу помощь. Ну все. До встречи, увидимся, услышимся. Пока.